здравствуйте дорогие друзья с вами Игорь Валерьевич арбалетная поляна и наш арбалет дум мною отстреляно уже ну более тысячи выстрелов все цело все прочно все надежно вот все очень хорошо единственный поменял обмотку на тетиве свежая обмотка я ее сам мотаю со специальной нитки очень надежно прочно долго не изнашивается вот кто хочет узнать этот секрет спрашивайте расскажу мной нанесена маркировочка с двух сторон от направляющей черной точки я визуально контролирую правильный взвод без перекоса вот это очень важно значит насчет заводской обмотки поговорим позже вот ее не намного хватает ну честно говоря лажают ребята неправильная запасовка нитки не те но мне не нравится вот это вот намного лучше значит чем больше я стреляю тем больше я в нем уверен дум по надежности напоминает мне автомат калашникова по точности трех линейную трех линейную винтовку кто понимает сегодня у нас отстрел арбалета на максимальную дальность и ответы на поступившие вопросы ну вопросы от вас дорогие друзья но прежде чем приступить к стрельбе мне хотелось вот что вам рассказать и так в арбалетном выстреле участвует трое арбалет стрела ну и стрелок естественно если арбалет и стрела совместимы друг с другом то стрелок активно способствует очень не точному выстрелу при всем его старание сделать этот выстрел точным казалось бы казуистика но я объясню почему это происходит речь идет о том самом человеческом факторе который обязательно вносит свои коррективы стрела просто ровно и точно сходит с направляющей она к направляющей притерлась уже за столько выстрелов то есть эта парочка представляет собой очень точный буквально притертый механизм буквально притертый для них главное чтобы полностью или почти полностью отсутствовала внешняя вибрация а вибрацию вносит как раз стрелок это как раз то что удержит удерживает арбалет при выстреле выход либо полностью зажать арбалет в станок либо как-то еще минимизировать влияние стрелка на арбалет при выстреле существует ну много способов это сделать вот сошки различные варианты сошек станки упоры и другое я решил использовать некий симбиоз стрельба сидя с упора с прижимом за стремя и вот показываю вот он прижим вот это сидя и вот это с упора вот ведь что происходит то есть вверх ни в бок никуда переднюю часть арбалета уже не шевельнешь он прижат вот в таких условиях стрельба практически идеальная вот как это работает то есть при выстреле вот эта пружина гасит всю вибрацию там обычная дверная пружина я уж не буду разбирать всю эту конструкцию вот по моему очень неплохо получилось несмотря на качество проволоки уж извините меня торопился а вот теперь постреляем и посмотрим как это работает ну вот дорогие друзья приступаем к стрельбе сразу на 40 метров на 30 я размялся вот уже даже и не интересно все летит в центр задача максимальная дальность это 40 это 40 а потом 50 каждую стрелу я пометил в принципе все они летят одинаково ветрограде стрела сегодня нет вот стрелы хорошие проверенные притертые что самое главное вот так работает арбалет дум на 40 метров я уже вижу конечно четверочки многовато имея ввиду четырех кратное усиление на оптике 2 2 с половиной максимум кратность но это на вкус и цвет хороший ровный взвод это 80 процентов успеха еще процентов 10 на плавное нажатие и и и и и и Продолжение следует... Молчу, потому что берегу дыхание. Есть что рассказать и хочется... Ну, чуть попозже, ребята. Замечательно. Еще раз повторюсь. Надежность автомата Калашникова и точность трехлинейной витовки. Идеальный арбалет для охоты. Даже с 43-килограммовыми плечами. Лучше не придумаешь. Идеальный арбалет для охоты. Как я всегда говорю ученикам своим, нажатие спускового курка должно произойти на задержке третьего выдоха и между ударами сердца. Все удивляются, а вот в оптику очень заметно те самые удары сердца, очень хорошо видны. Вот, стрелы уже щелкать начали друг об друга, что свидетельствует об куче в мишени. Замечательно, одно удовольствие от хорошо налаженной техники. Ну и крайняя. Так, не будем торопиться, нам нужен хороший результат. Вот, вот, вот и вот, вот результат. в кучу замечательно ну вот друзья мои 40 метров 40 метров пойдемте смотреть ну вот вот основная куча сейчас крайне мы вынем чтобы нам не мешались вот это отдельно а вот она центральная куча вот этими стрелами уже можно в принципе охотиться летят туда куда надо вот как раз ими то и будем стрелять полтинничек до полтинничка нам еще 10 метров арбалет дум 40 метров кучу вы видели ну вот мы оттащили мишеньку на полтинник вот это максимум что может этот арбалет с этими плечами потому что на 40 метрах уход стрелы почти метр а на 50 метрах метр двадцать метр тридцать вот это максимум но испытываем просто из спортивного интереса испытываем модель на то что она способна уже звук стрелы еле слышно все-таки далеко сначала думал тяжелые стрелы взять но потом решил все-таки полегче чтобы настильность была получше уже вижу дрожание от сердца своего правильно говорят все снайперы люди с очень спокойным характер холерикам тут делать нечего а Продолжение следует... Продолжение следует... Они сейчас реально помогают... Продолжение следует... Продолжение следует... В камере... А вот стрелы кто-то продувал... Как они себя ведут... На разных дистанциях... А вибрацию самого арбалета кто-то изучал... С обвесом датчиков... Да и луков тоже... Я думаю, что нет... А вот это было бы интересно... Продолжение следует... Самому интересно сейчас... Какая там куча... Отсюда ее уже плохо видно... Но я думаю, что все будет хорошо... Поскольку... В арбалете я уверен... На 100%... Очень точная штука... Очень... Вот... Добавлю-ка я еще стрел... Просто ради интереса... Потому что... Разные стрелы на разные дистанции... Тоже летят по-разному... Одна стрела на 20 попадает в центр... А на 50 уходит неизвестно куда... А другая наоборот... На 50 летит точно в центр... А на 20 попасть невозможно... Американцы... Когда... Разрешали... Вернее... Исследовали... Арбалет... На предмет охоты с ним... Проводили исследование... И в заключении комиссия сказала... Что... Арбалет... Это последнее оружие... Которое возьмет... Браконьер с собой на охоту... Именно из-за всех этих... Тонкостей... И всех этих характеристик... Вот всю кучу и посмотрим... Замочек уже притерся... Щелкает мягенько... Взвод... Спуск крючка плавный... Четко ощущается холостой ход... Потом срыв... Вот... А это нарабатывается только... Только стрельбой... Но к тому же стрелок и привыкнуть должен... К своему арбалету... А ara пугает... Ах... Один из своих всех... И так далее... Давайте хлопим... Для нас готовлю... Мы должны stanceji... Ах... Ах... Чтобы приятно... Прямо... Статиaga... Ах... И... Так... Что... Что? Ах... Взовыхع... Большое... Статиогой... Продолжение следует... Ну вот, Игорь Валерьевич и арбалет Дум, стрельбу на 50 метров закончили. Фух, пошли смотреть. Вот так это выглядит. Вот, на мой вкус, вот это раз, вот это два. Вот. Это стрелы центрального боя. Вот они. Я запомню их номера. Семерочка и четверочка. Вот с ними я пойду на охоту. Вот. Ну, с этими надо работать. Маркировать. Вот. На тридцатку они вполне пойдут. Вот. Поэтому тоже я их запишу и запомню. И вот наша дальность. 50 метров. Я думаю, неплохо. Арбалет выполнил свою задачу. На 200%. Даже не посильную для этих плеч. Он все равно ее выполнил. Ну вот, друзья мои. Отстрел на 40 и 50 метров прошел, я считаю, очень успешно. Дум показал все свои плюсы. Все. Разброс стрел обусловлен тем, что на 50 метров при стандартных плечах в 43 килограмма очень сильно падает траектория. То есть закон земного тяготения никто не отменял. Но, тем не менее, три стрелы все равно прилетели в центр. Вывод. Арбалет Дум с плечами в 43 килограмма идеален до 35 метров максимум. А больше, в принципе, для охоты и не надо. Прекрасная машина. Просто прекрасная. А теперь, друзья, отвечу на поступившие вопросы. Ну, с самого начала регулировка затыльника. Берется отвертка. Спокойненько откручивается. Видите, у меня там вставочка. Сейчас мы ее достанем, и я покажу, что это такое и что с ней делать. И это уже индивидуальная подгонка, которая предназначена для более успешной и точной стрельбы. Кому не хватает длины приклада? Откручивайте затыльник, и в любом автомобильном магазине ищите втулочку резиновую, которая бы сюда подошла. Боковинки можно подрезать. Хоть сюда, хоть сюда она ставится. То есть, кому как надо. Туда, сюда. Видно, да? В данном случае я просто верхнюю часть затыльника слегка отклонил к плечу для более плотного прилегания. Точно таким же образом можно двигать. Как угодно. Для длинных рук, для коротких. В принципе, он сделан для руки, ну, скажем так, чуть меньше средней длины. Поэтому наращивать можно индивидуально, насколько угодно. Вот я его ставлю обратно. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот видите, наклончик. Идеально ложится мне к плечу. Насчет установки оптики. Вопрос был, хватает ли длины планки. Вот видите. Вот видите, здесь у меня стоит прицел. Краткобазовый, да? Вот смотрите, какой здесь запас по регулировке. Вперед, назад, как угодно. Вот образец длиннобазового прицела. Видите. Я вот так сделал. Планка тоже это позволяет сделать. Равнитель. Видите, насколько можно двигать. То есть ставится все, что угодно. Насчет тяжелых, мощных ночников и так далее. Не сомневайтесь, планка очень надежная. К тому же, тяжесть прицела добавляет стабильности при стрельбе. И, ребята, не забывайте, это не огнестрел. Здесь спокойный, тихий, ровный выстрел. Никаких толчков здесь не присутствует. И нагрузка минимальна на планку. Даже не переживайте. Ставьте и стреляйте. Единственное, про регулировку постарайтесь не забыть. Ну и добавьте приклад, если нужно. Я уже объясню. По-моему, все. С вами был Игорь Валерьевич и Арбалетная Поляна. Подписывайтесь на канал, присылайте лайки. В нужном месте появится ссылочка. Жду ваших вопросов. И надеюсь на дальнейшее сотрудничество и содействие. Чем больше общений в плане изучения этой техники, тем интереснее охотиться нам будет в дальнейшем. Всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова